Здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала. Что делать, если чеснок обмельчал и потерял все свои первоначальные сортовые признаки? Есть замечательный способ вернуть былой крупный чеснок, если размножить его воздушными бульбочками. Это семена чеснока, созревающие в соцветиях, которые выпускают растения стрелкующихся сортов. Если посадить их, а не зубчики, луковицы снова станут крупными. Нужно проделывать это каждые 4-5 лет для омолаживания чеснока. Мне нравится способ размножения чеснока бульбочками по нескольким причинам. Во-первых, бульбочек в одном соцветии насчитывается десятки, а поэтому для получения требуемого количества семенного материала достаточно будет всего несколько соцветий. Например, для того, чтобы получить в итоге 200 головок чеснока, надо оставить всего 4-5 стрелок. Второе. Они сохраняют все сортовые признаки и остаются полностью здоровыми, не зараженными, никакими грибковыми заболеваниями и не пораженные вредителями. Поэтому их можно использовать для оздоровления посадочного материала, а также предупреждать вырождение, которое случается через несколько лет выращивания чеснока традиционным способом. Бульбочки также можно использовать для сохранения и размножения редкого сорта, если зубчиков недостаточно. Но есть и недостатки выращивания чеснока из бульбочек. Во-первых, получить урожай можно будет только на второй год, а не в год посадки. В первый год можно получить только луковицы-однозубки, которые нужно будет посадить осенью и только на следующий год из них вырастут полноценные головки чеснока. А во-вторых, этот способ подходит только для озимого чеснока. Яровой стрелок обычно не образует. Семенной материал собираю с хорошо развитых и здоровых растений, оставляя по 4-5 соцветий стрелок, а на всех других растениях их срезаю, оставив небольшой пенек в 2-3 см. Если не срезать стрелки, головки чеснока будут мелкими. У большинства сортов озимого чеснока стрелки сначала закручены в спираль, а по мере созревания они выпрямляются. Когда они станут прямыми и кожица на соцветии лопнет, пора собирать бульбочки, они созрели. Ждать пока соцветие раскроется не нужно, семена могут осыпаться. Стрелки надо срезать внизу, у самого основания. Срезанные стрелки связываю в пучок и подвешиваю в темном, сухом и теплом месте на 6-8 недель для дозаривания. Обычно мы их развешиваем на чердаке в сарае. В начале октября вместе с озимым чесноком высаживаю и подготовленные соцветия стрелки. Можно расшелушить соцветия на бульбочки и посадить по одной на расстоянии 3-5 сантиметров друг от друга. Но я делаю проще. Сажаю все соцветия целиком в одну лунку, не разделяя его на семена. Сажаю на глубину 8-10 сантиметров. На зиму можно укрыть. Летом уход обычный, полив, рахление, прополка. В первый год из бульбочек вырастает вот такая однозубка. Убираю однозубку, когда листья растения начнут желтеть и сохнуть. Вот так выглядят выкопанные и готовые к осенней посадке зубчики, выросшие из бульбочек из одного соцветия, вполне приличного размера. Осенью я посадила эти однозубки в те же сроки, что и озимый чеснок зубчиками. В следующем году посмотрим на выросший из них урожай головок чеснока. Вот таким образом можно сохранить, омолодить и приумножить понравившиеся вам сорта чеснока. Благодарим всех, кто досмотрел до конца. Оставайтесь с нами. До новых встреч!